Всем привет! Вы на канале Bonita Parfums. Сегодняшнее видео мы посвятим прекраснейшим ароматам от испанского бренда Ramon Malvisar и его же бренда Quarza или Quarzo. В двух словах о бренде. Это испанский бренд. Он очень ориентирован на красоту флаконов, на его дизайн. Он использует в своих творениях натуральные компоненты, что касается самой парфюмерии, самого парфюма и наполнителей этого парфюма. Вот такие вот, например, золотые вот маленькие такие вот лепесточки в этом флаконе. Или, например, вот такая вот золотая крошка, что придает ароматам, ну, такую безумную, на первый взгляд, дороговизну и, наверное, какую-то такую вот аутентичность и непохожесть ни на кого и ни на что. Ну, это в двух словах. Это то, чем славятся бренд Ramon Malvisar и Quarza или Quarzo. Я не знаю, как правильно, мне больше нравится Quarzo, но правильно, наверное, все-таки Quarza. В комментариях можете меня поправить. Итак, ближе к ароматам. Начну я обзор с ароматов бренда Ramon Malvisar. Здесь их, в принципе, всего лишь четыре аромата, но они очень-очень-очень интересные. И начну я с одного из моих любимейших ароматов Malvisar. Это Black Cube или Черный Cube. Это действительно куб, потому что флакон кубической формы, очень увесистый. Так вот, знаете, как взяла в руку Майя Швэш. Также он вот золотится какими-то вот такими вот небольшими лепестками внутри своего флакона. То есть все очень красиво, все очень так достойно. Дизайн очень достойный. Но ближе к аромату. Аромат из семейства древесно-восточных. Он очень такой мускулинно-брутальный. Он более древесно-удовый. В нем присутствуют также ноты вот такие вот ветивера, ладана. То есть он такой вот из разряда Cruel Intentions. Вот, например, прошу прощения, вот мой флакон. Это мой личный флакон от Киллиана, Cruel Intentions. Я думаю, вы с ним знакомы. Вот этот аромат очень сильно перекликается с Black Cube. Единственный момент, что Black Cube более тягучий, более такой всеобъемлющий. Все-таки Cruel поскромнее. Вот, прошу прощения у любителей Киллиана. Black Cube, скажем так, он не такой, не церемонный аромат. То есть он будет поглощать. И он больше все-таки в мускулинную сторону. Я не знаю, назвать его восточным тоже будет как-то, наверное, ограничено. Он восточно-древесно-ладанный. И для тех, кто любит кут, тоже, пожалуйста, Black Cube. Насчет стойкости мы протестировали. В принципе, стойкость очень приличная у этих ароматов. Ну и цена, естественно, тоже. Это отдельный разговор. Цена, кварца и Рамон Малвизар довольно-таки дорогостоящие бренды. Но оно того стоит. Итак, Black Cube я уже в двух словах рассказала. Тяжеловес. Тяжеловес и парфюмерный, и флаконный в целом. Надо тестить. Второй аромат это Goldkin или золотая кожа. Здесь много золотого в флаконе. Вот такой вот ребристый, скажем так, неправильный формы льдинки, наверное, айсберга. Какая задумка была у творителей, я не знаю. Но факт в том, что очень интересный флакон. И тяжело такой флакон создать, согласитесь. Так вот, вот этот аромат, он более лояльный. Он совершенно не похож на Black Cube. Он более восточно-классический, я бы сказала. Он более женственный. Здесь не пахнет унисексом. Здесь цветочная, фруктовая, мускусная база. Он даже чем-то тяготеет классики. Я не могу его описать, знаете, вот как я обычно по нотам описываю. Он звучит цельно. Он звучит пудрово-сладковато. Он звучит по-восточному. И звучит довольно дорого. Но могу сказать, что что-то какая-то вторичность пробивается. То есть где-то что-то я слышала. Возможно в Шанель, возможно что-то у Монталь. Но все же Голдкин, он самобытен вот этой своей такой ягодной сладостью. Так, которую я ни у кого не слышала. Но в целом аромат очень рекомендую. Опять же стойкость хорошая и приличная. Ну, я бы вот так, скажем, на четворочку бы твердого оценила для себя. Потому что я любитель более тяжеловесных ароматов. Вот таких вот как Блэк Куб, Крэлл Интеншн. То есть это что-то такое, какой-то такой огненный боевик. Это все-таки более романтично, но не совсем легкомысленно. Голдскин. И Пришус. Тоже Малвизар. Вот это как раз такой тоже красивый переливчатый айсберг. Здесь нет, здесь нет внутри красоты вот такой подобной. Ну, он по-своему красив. Он как радуга переливает, как самоцвет такой какой-то. Напоминает какой-то драгоценный камень, как будто ты взял в руки. Он действительно мил этот аромат. Это аромат свежак. Вот представьте себе, Рамон Малвизар, который, ну, собственно говоря, один из крутейших, считается, брендов ниши, создал вот такой вот аромат Пришус, который своей легкостью, ненавязчивостью и полной такой отвязной свежестью мне напомнил даже, я прошу прощения, что такое сравнение. То есть какие-то такие огурцовые нотки немножко проскакивали. Но благо, благо, я не хочу обидеть любителей этого зеленого яблока всенародного. Благо, огурцы потом ушли и осталась красивая, немножечко восточная, горьковатая база. Но база именно свежая. То есть этот аромат остается чуть-чуть сладковатым фруктовым свежаком на протяжении всего звучания. Если вы любите, не знаю, да любой свежак, вот наподобие Бедилишеса, или, может быть, Кинзо, Лепар, кто знает, вовсе знают, в люксах. Это вот та тема. Ну, и последний аромат, который я хочу показать у Малвизара, вот такой вот шарик с красотой внутри. На нее смотреть можно бесконечно, просто вот так вот на свет колотить и медитировать. Сол Сан, это солнце, солнечное солнце, яркое солнце в переводе. Это аромат, посвященный белым цветам, но не тем белым цветам, о которых я рассказывала в предыдущих обзорах. Тубероза, горденья, такие пудровые, яркие, страстные цветы. Нет, это водяные цветы, это белые, томные цветы, это лилия. Жасмин здесь также очень хорошо прослушивается, но он заглушен лилия. То есть, это кувшиночка, вот это вот, как в Украине говорят, латаття, вот оно здесь доминирует. Здесь еще есть ноты сахара, которые сглаживают эту всю пудровость. То есть, аромат ни в коем случае не замыленный. Я думала, что он замылился, нет, он не замылился, но это ода натуральным белым цветам, без прикрас, то есть, без ванильных вот этих всех, таких, знаете, акцентов, без амбровых, почульных акцентов. То есть, это вот голые белые цветы, но при этом не агрессивные. Четыре аромата я представила по Рамону Малвизару. К сожалению, больше нечего рассказать, потому что все, что имеем, все флаконы, все показываем. Но в целом могу в двух словах сказать о Рамоне Малвизаре и его творениях. Это автор, автор талантливый и автор, который, ну скажем так, он гнет свою линию. То есть, его почерк виден в каждом аромате. Он старается быть ни на кого не похожим, и у него это почти получается, почти, потому что все-таки где-то что-то как-то от чего-то проскочило. Но в целом я ему, я не ставлю ему оценку, потому что, ну как бы это вообще будет дерзновение такое. Но для меня он значим, этот бренд. И второй, его же бренд, квартва. Мне он нравится больше, не знаю почему. Ну, возможно, ароматы больше подходят, скажем так, под мой альфакторный ряд. Итак, первый аромат от кварца, это левитация платином, левитейшн платином. Левитация это, ну как бы, кто не знает, я тут прогуглила, гугл ответил, что левитация это предположительная возможность человека или там человеческих каких-то там органов преодолевать силы земного тяготения и взлетать. То есть, грубо говоря, полет. У Малвизара есть несколько левитаций, то есть у него есть золото, серебро, по-моему, и платина. Ну вот у нас достался нам флакончик левитации платину. Вот так вот он выглядит. Вот такие вот у него прекрасные, кстати, золотые настоящие, ну здесь платиновые кусочки. И вот они плавают прямо во флаконе. Естественно, натуральные компоненты, это не бижутерия, скажем так, это натуральная платина. По аромату. Аромат в моем стиле, кто уже успел понять мой вкус, это тяжеловес. Это вот собрат Блэк Куба от Малвизара и собрат, старший брат, я бы сказала, Кройл Интеншнс от Байкилян. Здесь мощнейший ладан, мощнейший, не церковный, а чисто органический, такой и в прекрасном сочетании со специями и дубовым хом образует безумно красивый шипр. Это восточный, ну если можно так сказать, восточный шипр, это такое мое как бы изобретение. Бывает такое, не знаю, но этот аромат очень-очень, ну я бы сказала, без аттеста его брать нельзя, он возрастной, он очень шикарный. Стойкость у кварца немного получше, чем у Малвизара, не знаю почему, один создатель на моей коже больше звучит. Шлейф немного все-таки в восток уходит и остается шипр, то есть мох, цитрусы, вот это все преобладает. Очень шикарный аромат, прошу на него обратить внимание, но только за тест, потому что он может реально задушить. Следующий аромат, вот такие вот ракеты у кварца, следующий аромат это Sea Gold, золотое море, золото плещется, что приятно радует глаз, повторю, золото натуральное. Кстати, у нас вот такие вот бюджетные флаконы от кварца, потому что кварца создают такие же флаконы, но полностью усыпаны стразами Сваровски. У нас бюджетненькие флакончики, вот, ну мы и тому рады. Значит, что скажу об аромате Sea Gold. Я его на себе несколько раз пробовала, мне показалось, что он фруктовый шипр. За счет того, что он содержит красные ягоды, много разных цитрусовых оттенков и сильнейшее пачули, то я его отношу к фруктовым шипрам. Это семейство ароматов я очень люблю, потому что оно реально своей такой горько-сладкой терпкой ноткой всегда цепляет в любых ароматах, без разницы какого бренда. Фруктовый шипр это одна из моих любимых ниш в парфюмерии. Для примера просто могу как аналогию привести. Например, снят из производства Джон Варватас Вумен, Барбари Вумен, то есть вот такие вот Иврис, ну еще с эндольной ноткой немножко от Эвселлоран. То есть фруктовый шипр терпкая, сладко-горькая такая, немножко компотистая, но с таким шиком вот такой заместик. Как бы у кварца получился хороший фруктовый шипр. Еще раз повторю, аромат называется Sea Gold. Не знаю, чего он так его назвал, наверное, что-то ему там какие-то ассоциации были. Я вижу это фруктовый шипр, который немножечко запудривается к базе. Чисто женственный аромат, хороший и в принципе даже, я бы сказала, более вечерний. Не могу сказать, что каждый день я бы его носила. Тяжеловато будет для каждого дня. И следующий аромат, это один из наших любимых у кварца. Это аромат Сапфир. Я так понимаю, что некоторые ароматы посвящены драгоценным камням у кварца. Ну, не мудрено, потому что он любит камни, любит золото, роскошь. Сапфир. Очень интересный, очень красивый аромат. Также безумно похож на все, что я сегодня расхваляю. Это Black Coupe. Это Cruel Intentions. То есть это все одно семейство ароматов, где доминируют древесные ноты, ветивер, мох, ладан. Я могу ошибаться по пирамиде, но то, что я слышу. То есть это зеленые, такие с намеком сначала вроде как на свежак, но очень серьезные восточные шипры. С удово-ладанной базой. Я не знаю, почему опять же назвал Сапфир. В моем понимании Сапфир, наверное, должен пахнуть чем-то вот просто зеленым. То есть не шипрится в конце, не тяжеловесится. Но это очень достойный аромат. И его звучание на коже также немного унисексит. То есть это не чисто женский. Я его чисто женским бы не назвала. Очень крут. Вообще я заметила, что это тренд сейчас в нишевой парфюмерии. Я уже выделила несколько трендов для себя. Если интересно, поделюсь. То есть есть тренд восточно-древесных ароматов наподобие Анасомата Пардон. Или, к примеру, там MDCI Parfums Куэр Гарамант. Или Лоренцо Велорезья Ламут. То есть где явные вот древесные удовые ноты, но они теплые. Они подкреплены шафраном, специями, смолами. Какими-то яркими цветами. Там почули, роза. Все это такие замесы. Амбра. Это все кожей окутано. И они создают на коже теплые такие восточные ноты. И вот вторая группа тоже якобы восточных. Вот этих вот холодно-зеленых ладанных ароматов. Которые тоже как бы уже образовали определенное течение. И я между ними ставлю знак равенства. То есть они настолько крутые. Раньше не было таких ароматов. А вот последние несколько лет вот они реально обозначились в парфюмерии. И у Малвизара и у Кварца есть вот четкие, скажем так, показатели этих трендов. Rainbow Gems. Радужный драгоценный камень. Камни. Ничего не плавает во флаконе, к сожалению. Но, да, когда в руках у тебя бюджетный флакон, как-то так. Вот. А когда он усыпан камнями Сваровский, ты уже не думаешь о том, что там что-то не плавает. Тебе уже вот начинаешь входить в такую кому. Ох, какой классный флакон. Итак, Rainbow Gems это цветочно-фруктово-мускусный аромат. Как бы я не любитель, когда много всего напихано. Я не хочу сказать об этом аромате ничего плохого. Он действительно хороший. Для любителей Chanel Allure, например, в парфюмированной воде. Вот это вот. Кстати, тут что-то плавает. Ох ты, здесь драгоценные камни плавают. Я не видела разноцветные самоцветы. Я дико извиняюсь. Для любителей Chanel Allure, для любителей какого-нибудь мозга. То есть это аромат, который в себе сочетает вот эти вот классические мотивы. За счет розы. Роза передает ему классики такое. Но вот выразительности, индивидуальности и аутентичности, которые я увидела в Сапфире, например. Или даже вот в Сонсане. Я здесь не нашла. Хороший, прикольный, классный. На подарок подойдет всегда и впервые в мир. Обязательно делайте за тест. Ну, пока вот что-то как-то не ярко. Но, опять же, мое скромное, никому не навязанное мнение. Вот. И на закусочку я оставила, как всегда, то, что мне больше всего нравится. Вот такая вот я. Хитрая. Аромат называется Garnet. И переводится Garnet. Гранат. Гранат. Да, это гранат. Один из камней драгоценных. Это безумно вкусный, жизнерадостный аромат. Это восточно-фруктово-ванильный коктейль, где я лично, например, слышу доминирующие ноты теоретом, кокоса, тропических каких-то нот. Вот много ванили, тубероза, слива, инжира. То есть, вот такой вот вкусняшный коктейль, он вторичен тоже, по большому счету. То есть, у его же там конкурентов, к примеру, у Профуми Дельфорта, есть прекрасный аромат Витория Апуана. Если кто-то знает, он очень на него похож. Но это для любителей гурманики, цветочной гурманики. Не такой, как я вот описывала в предыдущем обзоре, именно ванильная гурманика. А это вот цветочная гурманика, тропическая гурманика. Он очень пудровый, мягкий, нежный, обволакивающий. Я люблю такие ароматы, он очень женственный. Он подойдет даже молодым девчонкам, несмотря на стоимость, там, такой крутой дизайн. Я его очень рекомендую. Гранат или Гарнет называется. Попробуйте, те, кто любит вкусняшки. Ну, пока по Малвизару и Кварца все, потому что просто нет у нас больше флаконов. Так бы мы рассказали про остальные ароматы. Для затравочки я поставила три аромата от Парфум с де Розин. Это три балерины. Это сравнительно новый аромат у Розин. Балерины 1, 2 и 3. Сегодня в обзоре они участвовать не будут, потому что мы решили сделать отдельный обзор по Парфум с де Розин. Но нам нужны ваши голоса, ваши комментарии. Потому что если вы согласны, послушайте, открыть для себя бренд Розин. Он не так прост и не так однообразен, как раньше. Это вы думали, как это казалось. То, пожалуйста, напишите это в комментариях. И мы обязательно расскажем. Могу в двух слов сказать, что Розин уже проснулся. Розин уже стал современным. Розин стал действительно продаваемым. Поэтому будьте любезны, пишите в комментах. И еще момент. Что касается цены на эти прекрасные ароматы. Насколько я знаю, цена на аромат без камней, вот я имею в виду на флакон без камней, отличается чуть ли не в два раза. Поэтому, если вы цените, если вы берете, например, аромат для себя, и вам камни эти особо, в принципе, не нужны, вам нужен аромат, то, пожалуйста, выбирайте вот такие без камней. А если нужно на подарок, если нужно поразить, там, на какой-то юбилей или очень крутое, то с камнями это будет самый лучший. Круче вас не подарит никто. Если понравился обзор, пожалуйста, лайк. Пишите комменты. Возможно, что-то добавьте, может быть, что-то прокомментируете, что-то я сказала не то. Все, примем. Еще раз 8 марта всех. Вот. И пока-пока.